Это побег из Межигорье! Машины ездят. Ну ничего, мы между машинами тут бежим. Общался с Ломаченко, и он, конечно же, сказал да. Что еще может быть лучше? Я ни в коем случае не настаиваю, чтобы вы своих детей заставляли бежать по снегу и говорили, вон, смотри, они страта, дети бежут и так далее. Нереальная трасса! Это Буэрка Трейл. Вот так становятся героями. Сегодняшний выпуск непростой. Сегодня я вам покажу, как дети бегают достаточно большие дистанции. Детям сегодня, соответственно, почти 8 и уже 9. Это два разных забега, это два разных выходных дня, и я попробую вам рассказать о том, зачем я это делаю и к чему это ведет. Эти все эксперименты, это чистой воды эксперименты. Не претендую на объективность и не настаиваю на том, чтобы вы со своими детьми делали нечто подобное. Я просто показываю как опыт и о том, что такое может быть. Дорогие друзья, сегодня неимоверно спортивный день. Сегодня в Буэрке забег, и вот эта девушка бежит сегодня целых 7 километров. 7 километров по снегу, вот в таких кроссовках. Девушка эта побежит, а я побегу вместе с ней. Машины ездят. Ну ничего, мы между машинами тут бежим. Соломия всех разгоняет. Вот она. Это вам не бостонский марафон. Это Буэрка трейл. Многие спрашивают меня, зачем я это делаю. Зачем я подвергаю таким серьезным нагрузкам. Смотрите, во-первых, я никого ничего не заставляю. Скажи на камеру, я тебя не заставляю? Нет. Нет? Нет. Они все делают по собственному желанию. Во-вторых, мои дети занимаются спортом фактически с 3 лет. Все. Старшая акробатикой, младшая художественной гимнастикой, потом включился балет, потом включилась акробатика. То есть это непрерывный процесс. Мы не готовимся специально к забегу в 5 километров. Мы не готовились практически к забегу в 7 километров. Мы просто побежали, что называется, на своих. Друзья, это забег из Межигория. Раньше сюда не могла зайти ни одна живая душа. А сейчас все, абсолютно все могут бежать. И не только сюда, но и отсюда. Сегодня будет 2 классных дистанции. 5 и 10 километров. Идет дождь, минус 1, будет скользко и будет круто. Зачем я это делаю? Смотрите, самое главное в спорте, на любом этапе, на любом, а особенно на детском, когда эта штука приживается практически к вашему ребенку, это мотивация. Мотивация. Вот запомните, тренер это мотиватор. Сначала мотиватор, а потом технолог. Так вот, возвращаясь к мотивации. Для того, чтобы создать у детей мотивацию, мне надо им показать, что это возможно. Что их мотивирует? То, что я вижу. Их мотивирует, конечно, социальное признание. Гордость родителей. Их мотивирует рассказы о них третьим людям. Их мотивирует осознание того, что они сделали что-то, что еще раньше, вот совсем недавно, казалось невозможным. И это крайне мобилизирует их. У меня есть одна проблема. Они немножко конкурируют между собой. И фактически, практически невозможно делать с ними одновременно это. То есть, если они делают это одновременно, то результат намного хуже. Я буду делиться подобными инсайтами, а вы их можете использовать, либо не использовать. Еще раз, я ни в коем случае не настаиваю, чтобы вы всех своих детей выгоняли 8 лет на пятерку километров. Бежать почти по 5 минут. Я ни в коем случае не настаиваю, чтобы вы своих детей заставляли бежать по снегу. И говорили, вон, смотри, анистрата, дети бегают и так далее. Я просто говорю, что это возможно. Это побег из Межигорье. Сейчас будем рвать. Рвать асфальт из Межигорье. Когда я общался с Ломаченко, он мне рассказал, что в свое время его папа заставил пробежать на 6 лет 18 километров. И сейчас, когда было 6 лет уже сыну Васиному, он тоже пробежал 18 километров. Я тогда был с малым и обратился к нему, говорю, ты готов побороться за такое счастье? И он, конечно же, сказал да. Анистрат финишует. Адрій молодець. Это был побег из Межигорье. Вокруг много прекрасных стартов. Ходите на старты, стартуйте, приводите детей, стартуйте с ними. Войдите туда с семьей, погружайтесь. Это офигенно классное время. Лучше воскресенье нельзя придумать. Вокруг красота, заповедник, дом Януковича. Что еще может быть лучше? Когда мы ехали с ним из-за бега в Межигорье, мне позвонила девочка, Александра Дулиба, которую он показывал на канале. И стала восторгаться, какой же он молодец, какой же он молодец. Я говорю, поговори, скажи ему. Передаю трубку, он говорит, он улыбается, он сияет. Потом она дает трубку мне и говорит, кто это? Я говорю, это самая быстрая девушка в Украине. Знаете, что он мне сказал? Когда мы поедем с ней тренироваться? Я хочу быть на футболе самым быстрым и самым выносливым. Вот это мотивация. Создавайте мотивацию своих детей. Поддерживайте. Если они что-то хотят делать, поддерживайте. Давайте им возможность. Показывайте им разные штуки. Я сейчас пытаюсь показывать разные аспекты физического воспитания, физической культуры. Потому что что-то может зацепить, что-то может сильно зацепить. И надо, чтобы эта возможность была в голове. Андрей, с таким же причастливым детей до пробега на долгую дистанцию. Сколько лет, доньки? Эй, ну что, тебе тяжело было? Да. Да? Очень? Да. Ходим вам пить чай. Если бы не она, я бы не добег. Честное слово, она супер. Нет. Видишь, что тебе Сергей говорит? Без тебя бы не добег. Ну скажи, какие вы чутяты? А вообще, я казал, пуховику не тряло бить. Ты не послухалась. Нереальный снег. Нереальная трасса. 7 километров. Well done. Ну хоть рукой помакай. Ну что ты. Вот так становятся героями. Зара задоволна? Да? Ага. А я же тебе казал, что будешь задоволен в киндсе. Мы же готовимся на 10, да? На 24, вроде. Точно? Оставайтесь, пишите свои вопросы, в том числе по воспитанию детей. А я вам буду показывать то, что я делаю со своими детьми на своем канале. Ставьте палец, жмите на колокольчик и показывайте друзьям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!